добрый день коллеги ну мы все неврологи да и многие специалисты считают что мрт это такое истина в последней станции сделать мрт все поймем ну вот как требуем хотим и мы очень ждали когда у нас запустится наконец новый корпус где эта зона именно rsc именно неврологическая часть там за дверями уже кардиологическая расположена а это вот у нас у нас все тут рядом есть мрт он немножко не попал в кадр но фактически в пяти метрах у нас находится вся нужная нам аппаратура и потом возник вопрос что с этим всем счастьем делать и как определить куда пациент заедет если к т наш он фактически только на неврологическую службу работает мы там и располагаемся это наша точка въезда и возникает вопрос а есть же мрт а может быть на мрт но мы вот в начале когда отрабатывали поняли что все-таки протокол с въездом сразу в мрт немножко не жизнеспособный потому что подготовка дольше нужно опросить пациента о том есть металл нет металла не всегда может сказать нужно сделать седацию и чтобы пациент вылежал но есть нюансы которые нам увеличивали время до нейровизуализации и мы все-таки оставили что у нас первая точка въезда это к т а после к т уже на короткий протокол мрт короткий протокол мы сделали именно для того чтобы смотреть девя и флэйр несоответствие когда мы не знаем точное время начала инсульта ну и потом мы более в расширенном в расширенном режиме начали пользоваться и вот в этот момент начали появляться но сейчас кажется уже когда мы анализируем это очевидно ну как бы как будто каких-то особых открытий нет но когда вот невролог конкретно принимает пациента ему нужно здесь сейчас принять решение о том что мы делаем дальше этим инсультом оказывалось что но есть такие точки где можно принять ошибочное решение вот первый клинический случай это сразу пациент он не под экстракцию был он поступал на красный поток это противошок а как позиционное сдавление тяжелый больше был соматический тяжелый по иначе оценен на 3 но я думаю что в другой бы невролог подошел оценил бы на все 13 потому что было позиционное сдавление и была сложность именно интерпретации пары за его здесь оценили как 3 потому что он вроде говорил да отвечал не в попад был бы немножко вялый но как бы его анализа говорили за него там острые почечные повреждения было все подходила сделали компьютерную томографию особо ничего не увидели но и чтобы убедиться что точно нет инсульта потому что он найден дома вроде может он лежал из-за инсульта сделали мрт на мрт увидели вот такие острые очаги россыпью по левому полушарию на флэйр они ну чуть-чуть проявлялся от базальных на уровне базальных ганглиев этот очаг но в целом как будто понятно но похоже эмболический какой-то эмбол рассыпался по полушарию так восприняли госпитализировали его в нейро реанимацию там уже его собственно полностью лечить и диализ проводить пациент был тяжелый постепенно замечают что он начинает загружаться делаем компьютерную томографию видим что похоже то что мы видели на мрт и восприняли как урос и плаконарных инсультов было все таки такими островками острого повреждения а полностью окруженные скорее всего если мы делали ему перфузию увидели бы там зону гипоперфузии это мы уже анализируем жаль не сделали тогда но с другой стороны не было собственно у него и показаний мы бы вы не брали не видны под какой реперфузионную терапию не лизис не экстракцию но вот такой случай который заставил наш задуматься о том когда мы видим на мрт острые вот эти россыпи повреждения острого а что мы не видим из вдали уже а можно вернуть сейчас к исходным к самым первым мрт то есть имеется ввиду вот эти небольшие участки повышения сигнала вот сейчас вот в области височной коры до чуть выше если идти здесь получается вот в левые лобные коре до которые сейчас не не видны на флоры причем и здесь вот в области ну чуть чуть латеральнее чем головка хвостатого ядра это понимаю что это острые ишемические изменения и они их видны на на edc как снижение сигнала на флайер они при этом не видны на файда для меня здесь вопрос возник знаете какой на кт в динамике там есть гипертенсная артерия вот на первом к ты она была видна на первом я присматривалась буквально когда готовила хотела взять срез я в принципе я специально взяла что было видно еще и сейчас другое полушарие вот потому что вот приблизительно такая же она была но это были и правая и левая они выглядели приблизительно один из адренсная артерия правильно и что было еще на шее потому что у него такая выраженная корковая атрофия сложно сориентироваться были ли какие-то изменения гемодинамические да не было ли что-то в области каротидной бифуркации у него по узи имеется честно говоря не помню потому что но сейчас вот когда при подготовке это было давно случая не не буду выдумывать я не помню что было на узи брахи оцефальная артерика ангиографию мы не делали ему и но у него были основания иметь атрофию ну как бы там анамнез был соответствующий да он тяжелый такой коморбидный пациент был сложный я могу рассказать примерно как я бы видел бы этого пациента если бы он бы поступала бы ну скажем не без синдрома до позиционного сдавления это был бы обычный пациент на потоке да вот пациент 3 балла по наич к примеру до маловыраженный неврологический дефицит он бы скорее всего у нас бы прошел бы через наш стандартный протокол кп то что мы с надежда хорисовна обсуждали до кпк от ангиография мрт кстати время сейчас тоже делаем ну вот по тому протоколу который мы с вами обсуждали дальше мы бы сопоставили бы клиническую картину с с тем сосудистым с проявлениями поражение сосудистой сосудистой системы если окклюзия нет для окклюзии и по сути все будет строиться на трех основных пунктах клиника клиническая картина локализация окклюзия и состояние ткани мозга если брать конкретно этого пациента к примеру мы бы диагностировали бы ему какое-нибудь субтотальное поражение внутренней сонной артерии и вот эти вот очаги которые расположены дисталь они действительно могли быть как проявлением эмболии вот на тот конкретный момент то да и было бы ветка принять решение оставить его под наблюдение наблюдать за его неврологическим статусом мониторировать либо сразу взять в операционный потому что у нас уже есть ну а мы видим видим картину сосудистую что что-то что-то есть нет субстрат есть его надежда хориста правильно все рассуждаю можете можете к нам подойти до с микрофоном сюда можно даже здесь присесть даже удобнее будет обсуждать есть вероятность что если пациент поступал не на нашу реанимацию да это понимаешь что он ехал мне на не с диагнозом мк и мы знали что у него позиционное сдавление нет наверно креатинин 500 по протоколу он же пошел под по другому протоколу либо вообще прошел мимо нас да там посмотрел общий невролог пациент с общей мозговой симптоматикой и он мог пройти мимо действительно ну то есть вопрос на кого он едет то есть если бы он ехал бы по стандартному пути на невролога он бы прошел бы через стандартный скрининговый протокол бы коты котом география но мы сейчас еще к этой перфузе делом хотя по секрету скажу мы все меньше и меньше на нее ориентируемся и получил еще вдобавок бмрт потому что у нас сейчас идет работа по расширенному протоколу далее все бы решалось бы из того чтобы мы увидели в сосудах то есть к примеру мы видим окклюзию среднем из гаварты или да к примеру то эти изменения точечные нам бы просто говорили что да есть какая то есть какие-то изменения ткани но они не соотносятся с тяжестью окклюзии то есть м1 сегмент это крупная артерия скорее всего все остальное это действительно жизнеспособная ткань мозга а ишемия сформировалась только вот в этих точных областях и за им болели или из-за того что там коллатеральная там какая-нибудь декомпенсация в этих областях больше на имболию конечно похоже мы бы дальше бы рассматривали его как кандидата для тромбоэкстракции сходя из его клинической картины либо сразу бы его взяли либо отсрочно чтобы он стал ухудшаться но знание вот этой сосудистой анатомии она настроила бы невролога на инвазивную стратегии если бы если бы он ухудшился если мы выбрали выжидающих тактику здесь почему я спросил простонос потому что действительно в самом первом коты не было столь выражена гиперденсности и даже намека на какую-то формирующиеся ишемии в крупном сосуде нет действительно это какие-то точечные маленькие зоны вполне вероятно сейчас что называется пытаюсь создать да как могло происходить была какая-то имболия с каротидной бифуркации потом тромб этот мог нарасти и уже конкретно туда встать в м1 сегмента это сопровождалось в общем мозговой симптоматика которую расценили именно как общий мозговой вероятно потому что он сам по себе был такой весь симатический да со сдавлением и вот как раз вот этот вот тромб да он очень сейчас похож на тот что мы часто наблюдаем при каротидных при тандемных окклюзиях длинный червяк насыщенный эритроцитами который дает такое повышение сигнала который закрывает вот этот весь дистальный участок то есть стадийность вполне могла быть именно вот такой начиналось с небольших дистальных эмболов а далее закончилась большой-большой такой ишемии да и дмитрий динчич у нас еще бывало когда небольшой субоклюзирующий эмбол как это мы вытащили назвали его козявкой субоклюзирующий попал в среднем мозговую артерию а за ним выросла вот такая сопля вот такого вот гиперденсного тромба извините такие термины эндовоскулярной хирургии очень любят их использовать но и боль более понятно то есть небольшой эмбол попадает садится а вторично на нем уже нарастает вот такой длинный хвост мы иногда внутренне сонный видим хвост который снизу до растет растет бывает что эмбол попал на бифуркацию из него свежий тромб на рост длинный длинный длинного таски длинный длинный огромный это тоже очень похоже на им ситу свежий тромба гиперденс в начале этого не было абсолютно вот но здесь действительно сложность в том что это сложно коморбидный пациент исходно который поступал по всей видимости я примерно могу представить наверное внешний вид пациента поэтому не рассматривая его исходно как кандидата для тромбоэкстракции естественно наверно было бы было рационально ну не проводить весь протокол на визуализации поскольку это никак не влияло на его тактику вот а как проходил дальнейших вот его события ну здесь уже можно да какие-то предположения строить надежь христа что думаете можно микрофон я пока хочу дальше послушать хорошо идем дальше следующий клинический случай это это второй наш тромболизис через мрт который мы делали это феврале было когда мы практически только открылись и он конечно нам дал определенный сюрприз этот пациент поступил он неизвестное время начала мы не знаем ничего по его заболеваниям хронического него афазия ну абсолютно он без ожирения сухой дед так скажем даже не дед в принципе 67 лет и ему выполнили мрт увидели вот такую вот клиновидную форму и очага шимии на 9 и у его не было на флэйре и вот небольшой корковый тоже как и восприняли как мба в принципе он нам подходил под протокол тромболизиса тромболизиса мы выполнен в принципе как будто бы даже было улучшение потом в течение часа у него симптоматика наросла до 20 баллов естественно поехал изначально ему ангиографию мы не сделали потому что 5 баллов вроде как не входит до 6 это мы приняли решение о том что нам лучше сделать мрт как можно быстрее чтобы начать тромболизис но учитывая что симптоматика наросла выполнена ему кт ангиографии увидели двухстороннюю такой вот окклюзию внутренних сонных артерий даже с кальцинатами подали сразу в операционную тандемная окклюзия жаль тут нету михаила струценко чтобы рассказал как они все это делали в общем достаточно долго они старались открыть много времени занялось сложная была я так понимаю анатомия в итоге получилось открыть среднемозговую артерию от переднемозговой мы уже решили остановиться на этом потому что пациент он был тяжелый и мы боялись чтобы гоняясь за вот каждым м было мы получим трансформацию учитывая что еще лизис был и пациент тяжелый был и в л психомоторное возбуждение все в общем что могло произойти за эти время в операционной кажется произошло мы остановились на этом и дальше в целом динамика неврологического статуса она была положительная постепенно пациент улучшился мы его из реабилитации выписали с пяти баллами по иначе но вот как раз это тот случай тут видео наверно не запустится очаг запускается вот что интересно это первые сутки вот такая ишемия видна в бассейне переднемозговую артерию который вроде бы не открыли достаточно выражено снижение плотности но на седьмые сутки она тоже куда-то делась есть такой эффект на кт он связан там с накоплением то ли макрофагов то ли еще чего то сейчас плохо помню механизм этого явления но такое описано да это когда регрессирует гиподенсность интересно сравнить еще за диффузии то вот вот эти изменения ну в общем что интересно в данном случае это вот был он практически первый случай когда мы пошли через тромболизис через мрт и потом в операционный это был первый случай после этого мы пересмотрели наши наш подход к ангиографии мы в принципе начали пока сначала где мы делаем перфузию ангиографию пока это все строится мы во марта едем как бы решили не терять время потому что конечно было бы интереснее увидеть а что было изначально может быть это может быть там и не было окклюзии крупной артерии в этот момент мы сделали тромболизис туда куда-то им был еще отлетел и тогда у нас появилась но более выраженная симптоматика пока это все были конечно такие догадки мы ретроспективно анализировали весь этот объем который получаем чтобы выработать определенный логаритм и сейчас он у нас вот так из себя и представляет перфузия всем ангиография если надо еще и в март и едем следуя может вернуться к нему но в принципе тоже довольно стандартная ситуация она очень хорошо иллюстрирует то к чему вот мы пришли в нашей практике это о важности выполнения как ангиографии даже несмотря на низкий неврологический дефицит мы тоже через эти клинические случаи проходили когда вроде бы как он либо транзиторная атака либо совсем он не тяжелый ухудшение случалось постфактум и определить с чем было связано это ухудшение потом диагностирована была оклюзия крупной артерии он шел в операционной ногу выпускалась вот это время это было вот когда мы только начинали работать и понять чем конкретно связано нарастание дефицита бывает крайне трудно и иногда бывает знаете даже как на входе на кт он вроде бы как мерцающие то есть то есть то нет симптоматика делают ему кт там есть видно окклюзия ничего с этой окклюзии не происходит он вдруг ухудшается потом снова восстанавливается то сидит какой-то вот такой вот флюктуации симптомов и связано по всей видимости с тем что каким-то образом изменяется коллатеральный кровоток который меняет перфузию и именно из-за этого регресс симптоматики на кт после того как вы диагностировали окклюзия не должен вас смущать его нужно все равно вести в операционную и обратной ситуации при малом неврологическом дефиците следует просто выполнить стандартный протокол чтобы не упустить вот этих вот самых вот легких больных вот то что по поводу того что показала мрт мрт показала что на момент когда мы выполняли была очень маленькая зона цитотоксического отека что просто демонстрировала состояние ткани на тот момент то есть по сути мрт в данной ситуации вот это диффузия здесь нету и дисси карту как бы мне не думаешь там там по было бы скорее все снижение вот в этой зоне она просто показываешь называется ядро ядро на основании перфузиона диффузионных характеристик какая здесь большая зона полутени можно было бы примерно сориентироваться если бы были бы сосуды да можно было бы умозрительно представить эту область и тогда можно было понять является ли этот пациент кандидата на тромбокстракцию или нет а диффузия флаер это действительно удобно для принятия тромболизиса потому что скорее все время прошло не очень много ну и третий случай очень коротко для нас это был первый раз таким столкнулись опять-таки когда в принципе абсолютно понятная для нас ситуация но мрт мы тоже сделали и потом надо было сопоставить это оказалось достаточно интересно потому что вот такое огромное ядро пациентки тяжелая практически нет пенумбры ядро на все полушария а при этом когда мы сделали мрт так очага на флеере даже нет и да она не подходила по другим критериям она принимала xarel то поэтому мы не могли в принципе даже несмотря на то что здесь и весь бассейн принципе у нее 22 противопоказания для тромболизиса было но возник вопрос а вот то что мы ядро видим вот по перфузии действительно ли это необратимое потому что мы ведь делаем лизисы когда мы видим dvf лир несоответствия просто меньше бассейн и тоже нам показалось на вас иллюстрация если позволить я прокомментирую вот сюда вот можно здесь оставить здесь совершенно четко мы видим несколько модальностей каждый из которых показывает на свою картину а сколько время прошло примерно от начала неизвестное время прекрасно что такое кт перфузия кт перфузия то мы вводим пациенту контраст вену и смотрим как он распространяется по ткани как бы все вот суть перфузии мы знаем что при определенных характеристиках этого распространения мы можем диагностировать зону гипоперфузия и ядра ишемии ядра ишемии кстати говоря это не то что гарантированно там все умерло это определенная чувствительная специфичность метода что такое справа диффузии диффузии это цитотоксический отек почему мы ориентируемся на диффузионного на диффузии на флайер потому что на флайер выраженность токсического отека должна быть сильнее чтобы он проявился в виде повышения сигнала и как правило для этого требуется дольше времени соответственно если на диффузии изменений есть на флайер нет то это как бы больше про время которое прошло с момента заболевания но необратимые изменения могут возникать на диффузии быть видны раньше чем на флайер то есть на флайер еще может быть как бы все живое якобы характеристики диффузии будут лучше говорить о том что это уже необратимые изменения то есть необратимость изменения это не то что здесь видно здесь не видно нужно смотреть на коэффициент диффузии чем он выражение чем вот эти снижение сигнала на edc выражение тем значит что более серьезные там уже нарушения идут ткани поэтому что здесь видно мы видим что перфузе на показывает большое ядро на перфузе это просто как контраст проходит сквозь ткань у него есть бывает такой ситуации как ложноположительное ядро особенно это касается тех пациентов которых проходит очень небольшое время от начала заболевания здесь мы не знаем сколько прошло у ранних пациентов действительно мы можем регистрировать достаточно серьезное перфузионное нарушение но времени еще нет не прошло чтобы эти перфузионные нарушения переросли уже в какой-то там очаг инфаркта грубо говоря поэтому часто мы можем видеть вот такие вот когда разная модальность нам показывает разную как будто бы картину в отношении ядра из того что мы сейчас знаем по литературе это то что в целом диффузионно-звешенные изображения лучше отражают состояние ткани чем та же самая перфузия потому что вообще для этих перфузионных изображений эталонным методом была та же самая диффузия сравнивали как бы с ней в основном ее брали как за ground room поэтому здесь что мы видим мы видим пациенту у которого с одной стороны большое дро можешь из назад немножечко перекрутить по диффузии да но чуть вперед вот это да мы видим что у пациента достаточно большое ядро но в плане принятия решений здесь в принципе все понятно мы просто берем его и открываем просто мы за понимаем что этот пациент у нас относится к категорию большого ядра это никак принципе не влияет на принятие нашего решения потому что у нас уже достаточно много в нашей практике надежды хористов взяли бы такого пациента и возможно это ему помогло действительно вот то есть все остальное это такие как бы косвенно мета вот диффузии флор несоответствия как стать как вы относитесь к диффузионов ларин где несоответственно я очень люблю тромболизис на девять флор диссоциации это прям мои любимые тромболизисы обычно а на кт нативе напомните пожалуйста что там было все таки аспект нативе 7 то есть если просто резюмирую видя такую перфузию мы всегда смотрим натив ну и в данном случае удобно сопоставить это с диффузией и в большинстве в большинстве случаев мы будем верить нативу чем вот такой вот картине то есть когда идет идет например аспект 10 и мы видим огромное ядро это нам скорее говорит о том что там серьезно нарушение перфузии скорее все темп развитие инфаркта будет там очень высокий и это будет нас соподвигать двигаться чуть быстрее чем чуть push надо будет сделать потому что скорее всего при таких нарушениях перфузия ядро будет формироваться быстрее чем у среднестатистического пациента но вот на момент когда сделали вот эту фотографию там скорее всего по нативу еще не столь выражены цитотоксический отек поэтому в принципе перспективу данного пациента на мой взгляд были поэтому совершенно правильно что взяли на стол они взяли на стол так ядра это третий случай это на третий случай нет это пациентка она пошла консервать консервативное видение у нее было злокачественный отек был все пошло по плохому пути так скажем но опять-таки в момент принятия решения неврологом и рентген-эндовоскулярным хирургом мы видим огромное ядро и но по критериям дал стадии дифюс 3 он не подходит поэтому если брать нормативные всякие наши документы то вы действовали в соответствии с нормативными документами то здесь так прописано в нашем приказе в принципе если же говорить про то что можно ли было бы его взять за пределами этих показаний то наверное мы бы взяли пода надежь христа давайте мы спросим кто бы кто бы взял пациент на тромбоэкстракцию вот лучше кто не взял бы вопрос нормативной базы потому что большие ядра это то что сейчас что сейчас останавливает врачей от скажем так работы в более широких критериях отбора это то что это нигде не прописано в московском приказе там только аспекса мы прописали за шести часа как и перфузия перфузионной карты которые появились вначале мы относились к этому как истине в последней инстанции не просто нативная кт или нативная мрт исследования тоже перфузия и это красное и зеленое и желтое и красное было для нас прям ну уставом караульной службы которые надо исполнять а потом мы стали как во всем мире приходить к тому что бывает псевдо большое ядро которого реально нет и пациент восстанавливается это с одной стороны несколько усложнила взгляд с другой стороны упростила подход если отбросить вот не было перфузии никакой в стационаре мрт и мы бы сделали ангиографию или крупную окклюзию артерии дальше нативная кт аспекс неплохой 7 что не укладывает на время большое от начала но в целом наверное этого пациента бы взяли получив такой кт я тоже сомневался к ты перфузия тоже не захотел так у пациента на стол скажу честно просто если предположить что это пациент с известным временем от начала заболевания да вот он четыре часа от начала заболевания и мы сделали ему только нативная кт поменялось бы да просто нативная кт мы сделали бы и все да и катан география там окклюзия крупная артерия поменялось бы ваше решение бы поменялось бы я даже сейчас уже вот когда мы обсуждаем это я понимаю что фактически мы ведь ну да у нас уже сделано перфузия мы никуда не можем боже стереть из своей памяти по факту мы же через мрт посчитали время фактически мы менее 6 часов получается у нас 9 флэр несоответствие значит менее 6 часов а менее 6 часов нам перфузия не нужно для принятия решения можно и тогда порассуждать и здесь я даже в другую степь клонила то есть представьте что у нас нет диффузии просто кт вы смотрите на просто кт и это пациент первых четырех часов вот с такой вот картина кт натива вы бы его взяли бы вот а что же поменялось в этом пациенте за пределами 6 часов это же время начало ну и вот вы с ним через перфузию не это 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 сейчас полу по алгоритму да а вот если без алгоритма мы смотрим его на кт натив мы видим что этот пациент подходит под критерии которые мы используем в первых шести часов что происходит с этими критериями за пределами шести часов это же тот же самый пациент нет я к тому почему бы нам не прийти к тому что более простой метод тоже может быть эффективен для отбора больных за пределами шести часов от начала заболевания 7 часов прошло тот же аспект смотрели он неплохой а к люди крупной церебральной артерии без всяких перфузий вперед в бой оперировать ну тут вопрос потом как бы с последствиями что делать да если все хорошо вопросов нет если случилась массивная трансформация возникает вопрос почему ну вот почему взяли пациента зачем открывали туда почему не сделали перфузию он же после сна ну вопросов очень много возникает все зависит от успеха победителем вопросов не будет аспект 7 было все таки уже да 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 я согласен то есть мы используем нативные коты в 6 часов нормально 601 нативные коты не работает только перфузия брать это только перфузия это не так и мы сталкиваемся тем что очень много центров если видят нормальные нативные коты и окклюзию неважно сколько прошло время до при окклюзии в са и м1 среднемозговой артерии берут то пациент на тромбоктомии симплифицируя подход для чего нужна перфузия отдельный разговор она нужна я считаю что она нужна но вот мы когда-то обсуждали несколько лет назад царис гринвольд кенни шнайдером это сидя в институте вишневского это два человека которые очень сильно помогли развитию московской программы эндоваскулярный из великобритании соединенных штатов америки когда они говорили что иногда кт перфузия все портит и из-за этого не берут пациента на тромбоктомию ранние пациенты которым зачем-то сделали кт перфузию там первые два-три часа врачу и страшную картинку вдруг не хочет брать да и за пределами 6 часового окна смотрят на эти миллилитры до пограничные вдруг не берет у пациента хотя по большому счету сейчас вышло вышел крупный нет мета мета анализ двух исследований которые называются сейчас я скажу вам статья которая называется эндоваскулярная тромбоктомия пациентов верила и спик скор да 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 и показывается группа от от нуля до трех и от нуля до трех показано что эндоваскулярное лечение от нуля до трех лучше чем консервативной терапии да и одно из заключений которые делаются по исследованию что аспец от нуля до двух даже против 3 от пяти собственно говоря тоже акцент сектор был сэйфити профайл они не получили увеличение количества интракраниальных геморажей после чего идея какая мы откроем кровоток и из-за этого будет интеракраниальный гемораж на меня интракраниальный гемораж достоверно не отличался в группах это новый взгляд мы тоже были сторонниками того что пациентов с большом интернар не нужно арканали арканализировать потому что к увеличим риск того что кровь выйдет в эту поврежденную ткань мозга да лучше не становилось хуже лучше становилась на обмен тут ведь нарастала об а хороший вопрос хороший вопрос проблема по всей видимости заключается в том что этот аспект с 0 был при подсчетах врача это не означает нас у нас к сожалению к нативной к т и подсчет аспекса очень субъективная штуковина и по всей видимости все-таки своим глазом мы не всегда можем однозначно сказать погибло там или нет может четко вычитаем по одному баллу за зону если им кит начальное изменение и автоматически говорим все здесь все погибло возможно что это не так когда мы считаем аспект мы смотрим признак который очень расплывчат это ранний признак ишемического поражения то есть он либо есть либо нет мы так считаем вы эту зону или нет а степень как бы степень цитотоксического отека на к т мы не определяем глазом где-то он чуть бывает выражение где-то менее выражение видимо как раз вот это улучшение идет за счет того что где-то признак как бы есть но цитотоксический отек в нем еще на таком уровне что он может быть в каких-то моментах обратим плюс ко всему аспекса тоже мы отмечаем регион то есть например у пациента может быть достаточно крупный регион там какой-нибудь не знаю там м1 например да в основном живой но часть его до немного может быть задеты все равно мы вычитаем этот регион а ткани там еще может быть много то есть это вот особенность шкалы аспект еще раз мир двигаться очень странной истории у тебя пациент с инсультом с тяжелым дефицитом у него закрыта крупная артерия открывай как вы смотрите на этот подход на самом деле я могу сказать что вот еще год назад когда мы были в других условиях у нас не было все это аппаратуру у нас там не всегда работала перфузия даже только в дневное время была ангиография и кт мы очень смело брали всех эти вот мы бы ее взяли скорее всего с большей вероятностью потому что после сна брали пациента в принципе исходы у нас были хорошие а сейчас вот это вот много информации ее надо как-то ну вот уложить и в приказу уложить в том числе что потому что стереть уже не получится информацию откатить что завершаем ну у меня вот но и в конце собственно что хотела сказать что как раз обилие обилие обследования нам мешает часто и как это будет украина как это вопрос что это вопрос есть сделал ответ